всех приветствую с вами я ваш веган христолюб и мы с вами сегодня продолжаем изучать исследовать очередное оправдание не веганов убить струппажеров которые как они считают дает им какое-то право не становиться веганами и продолжать свою жизнь убивать эксплуатировать животных ну или отвечаем на вопросы которые в этом оправдании собраны у нас с вами сегодня 22 оправдание из 30 которые мы идем с вами по эду потом я буду своими еще дополнять по некоему эду винтерсу всем его рекомендую какие кто какой язык знает сам он от землянин сама с англии есть у него и на английском естественно и проповеди выступления великий в моих глазах проповедник веганство активист просто красавчик и очень умный талантливый и мудрый я пользуюсь его текстами которые мы с ольгой сделали стенограммы с его переведенного еще там каналом есть зернодуха его такого большого ролика 30 оправданий 30 ответов 30 дней 30 оправданий он там делал вот ну и свои 5 копеечек 2 копеечки 20 копеечки я добавляю тем более я свои видео записываю проповеду истину как веган христианин не только любви к животным но и к любви ко всему божьему творению это и к людям в том числе да у нас очень часто веганы о людях забывают это печально ну и какой же это оправдание или вопрос на что-то дожить фермером более расширенно звучит так на что тогда жить работникам животноводческого сектора как же быть фермером если все люди станут веганами они потеряют работу и как им тогда содержать свои семьи вы знаете не знаю как отписал и кто их там собирал по моему он выпускал маленькие ролики потом собрали кто-то в одно потом их до нас дошла еще русскоязычная все это переводы было бы неплохо некоторые вопросы можете чуть-чуть перекомпандовать я это как-то то ли упустил то ли не стал делать помните был вопрос по поводу куда ждет всех сетях и хозяйственных животных если завтра мы все фермы закроем да какие то есть вопросы более близкие что будет с работниками да вот ну в принципе из кому-то советовать я уже знаете ролики мог бы конечно их просто взять два сбросить и рядышком все они собраны в одном из моих плейлистов на канале на котором сейчас вы смотрите это видео христолюб проповедью пищу в пустыне вегана их можно в принципе там местами потерять поменять я может быть когда-нибудь пройдусь потому что даже дальше будет уже были некоторые вопросы для оправдания более друг с другом связаны их можно просто в плейлисте ну более друг другу поближе может быть я когда-нибудь даже здесь тогда я можете плейлисте поменяю и здесь их поменяю может я еще это все свое эта страничка на моем авторском канале вы можете к ней обращаться бесплатно свободном доступе все естественно делиться с другими может быть я еще немножко переделаю уча учесть и знаете когда я сам записывайте ролик что-то конечно приходит мысли что-то редактирует добавляли вот может быть я когда-то или после сейчас вот закончу эти 30 денечек выделю все это немножко переоформу и перетрубирую естественно и на сайте тогда и зеркально в плейлисте соберу ну уже конечно публикация на канале они выходят тогда когда ты загрузил выложил вот но скорее всего кто-то будет не весь мой там видео смотреть на на канале в этом в основной такой разделе видео на ю тубе на канале уж я думаю что максимум на что человек пойдет и сделает это как раз и я обычно делюсь это именно плейлистом под названием веган во христе и там все эти видео я там их тоже бывает по-своему меня и местами так что может быть немножко их как-то перегруппирую что более так было понятно ну хотя конечно желание моего сердца чтобы люди которые хотят в этих вопросах разбираться давать твердый здравый ответ людям проповедовать активность как-то конечно я свой каждый ролик считает ценным которые желательно тоже посмотреть изучить исследовать сушь прям все у вас не уложится всегда может с кем-то поделиться или сами быстренько вспомнить пересмотрите дать кому-то ответ светом сообщениях переписываетесь ну давайте на него дадим ответ почитаем я да я кое-что добавлю в принципе видео не особо такое сложно бывает какие-то более заковыристые но здесь ничего на самом деле действительно сложного ответ каждый из вас может дать и сам как я вам говорил мы все друг у друга чего-то новенькое или более обрамленная или не запретая велосипед просто берем потому что это хорошо я уеда что-то взял что-то деформировал благодарен за это надеюсь мои видео тоже вам сослужит добрую службы тоже что-то да огранит где-то не ограненный ваш алмаз знаний в этих вопросах мы будем мудро всем проповедовать и просвещать всех давайте для начала признаем тот факт что жизнь животного дороже денег великолепный призыв и тезис это в самом начале жизнь важнее материальные выгоды это первое также важно помнить что для многих современных фермеров фермеров их ферме это семейное дело которое передавалось из поколения в поколение поэтому я считаю что стоит учитывать и этот факт ведь в этом случае они потеряют дело всей своей жизни и все средства к существованию то есть нет молодец я вам сказал говорю уже что я за это как-то полюбил особенно в том плане что мне надо я у него как бы назидался и ведь его ведь ответы меня побудили его эти оправдание и вот это вот в тонкостях разобраться и предположить все варианты и так скажем с терпением и любовью я даже сказал ответить на все эти порой даже немыслимые глупые нелепые злые детские тупые вопросы все эти ситуации рассматривать он это делает да я благодаря ему записывать тоже ролики опять ковыряюсь для вас это дело это хорошо это очень хорошо вот он говорит как бы тоже семейный бизнес то есть якобы знаете так показывать свои переживания на самом деле да может как переживает о людях то тоже переживает как бы говорит всю эту всю эту картину мира показывает это очень хорошо это говорит о его мудрости а его глубине вникания вопрос для большинства числа фермеров есть простое решение какое перейти от животноводчества к растеневодству это действительно так животноводчество ничем не выгоднее ничем не легче растеневодство более того на самом деле а особенно я как земледелец и многие вещи знающие от бога в этом плане да о том как мы должны земли обращаться что и как выращивать земледелие оно от бога самого начала ибо возделывание и хранение рая была изначальная заповедь и в жизни все намного проще касаясь там борьбы с сорняками плодовитых урожаев как собирать все это выращивание люди к сожалению там тоже целая беда я как веган христианин земледелец любящий землю сам живущий на земле занимаешься земледелем растеневодством в будущем буду делиться своими всеми знаниями практиками опытами но это уже будет на другом канале который могу сейчас прорекламировать христолюб веган life 0 может потом как бы другом называться потому что если понять правильное растеневодство не как у нас грешники на самом деле ничего не понимают и мы все делаем неправильно и в растеневодстве то же самое поэтому там тоже куча проблем если делать все правильно все окажется намного проще вот и поэтому действительно это не то что как бы тяжело там сделать или еще что-то это надо сделать все обязательно перейти на это растеневодство вы будете получать и радости пользу и деньги все сразу там недавно я общался с одним фермером у которого были и поля и коровы я спросил его смогли бы вы обеспечивать свою семью занимаясь только растеневодством он ответил положительно это применимо к большинству к большому количеству фермеров потому что чаще всего они занимаются как животноводством так выращивание зерновых но по сути для этого скота или на этих животных или для себя пусть неважно но для людей для себя то есть заниматься там садоводствами земледелем пожалуйста переделать те же самые земли и все и многие из них смогут продолжать обеспечивать свои семьи перейдя полностью на растеневодство и в последнее время происходит сплошь и рядом в прошлом году один фермер сделал свое сдал сдал свое стадо коров приют хилл сайт теперь он хозяин веганского органического хозяйства веганское общество великобритании оказывает финансовую помощь веганам которые хотят перестать заниматься животноводством перейти на производство растительной продукции и жить этично налоговые субсидии еще один способ стимулировать фермеров животноводов перейти на растеневодство на сегодняшний день огромное количество субсидий выделяется на поддержание животноводства если мы действительно хотим помочь фермерам перейти на растеневодство мы могли бы изменить эту политику распределения субсидий стимулировать фермеров на перепрофилирование своих ферм это было бы хорошей поддержкой для фермеров это дало бы им уверенность в том что они смогут продолжать обеспечивать свою семью должным образом в переходный период, потому что продукты животного происхождения станут более дорогими, а цены на фрукты и овощи снизятся. Это значительно упростит потребителям переход на более этичный и здоровый образ жизни. Ну, да, стоит еще сказать-то. Важно понимать, что в любом... Главное, тут только желание, все. Больше тут ничего. Никаких аргументов у животноводства или плюсов там нету перед растеневодством. Важно понимать, что в любом случае будут фермеры, вы видите, это об этом думают, сейчас мы об этом тоже поговорим, которые не смогут переквалифицировать свое хозяйство на растеневодство. Некоторые фермеры и земли просто... Некоторые фермы и земли просто не подходят для земледелия. Но я хочу опять задать вам вопрос, который озвучил вначале. Разве деньги важнее земли? Или все-таки жизнь животного важнее материальной выгоды фермера, которую он получает в цену смерти животных? Те сложности, с которыми могут столкнуться фермеры ввиду необходимости поиска нового источника дохода, ничто по сравнению со страданием, болью и страхом, которые испытывают животные в животноводческой индустрии. Здесь возразить Эду может только действительно опять просто безумный, алчный, бессердечный, жадный человек, смыслом которого является только собственное эго и нелюбовь ко всему на свете, кроме него. Все, что для него имеет значение, это он, ну максимум, люблю любящих, это мою семью и все. Все остальное он готов принести в жертву себе и своим, так называемым, близким. Это действительно так. Это зло. Если ты когда-нибудь познал, пусть будучи в заблуждении, мы все из-за вот этого общего ада на земле, князем которого является дьявол, все мы в этой тьме погружены, слава богу, из нее потихонечку выбираемся, постоянно всю историю человечества, лезем, лезем, да. Все это, если у тебя, все это как бы ерунда, если у тебя действительно, если ты познал истину, любовь, вот, тебя и подталкивать не надо, ты сам все изменишь, сам выкинешь все эти крюки, вот. Любые даже действительно фермы, может, какие-то, которые не предназначены, там может быть малая, скудная земля, и когда ее там восстановишь, или еще что-то, или там, не знаю, у тебя все забетонировано. Я не знаю, что там это имел в виду под невозможными фермами, вот, и суть в том, что ты, если у тебя есть, все равно, это же на каких-то землях было, это его там, животноводство, хотя я не представляю, без земли, но не суть важна. Все это можно перепрофилировать не под растеневодство, а под производство. Чего-либо, какая равенство. Уж если земля не предназначена под растеневодство, ну, какие-то ангары, или что у него там, где он все этим занимался, каким-либо видом животноводства, или там шкуры сдирали, просто привозили, значит, какой-то производственная земля, да, там, конечно, земли такой и нет нормальной, туда просто, да, бедных там лисичек свозили, с них шкуры сдирали, но это огромная территория, мог быть, с ангарами, потом там со всеми этими печами, с сжиганиями, вот, все это можно под какое-то производство перепрофилировать. Было бы желание, и желание, это правильно говорит, оно обязано у тебя быть, потому что мы, люди, должны жить в любви и друг другу, и ко всему творению, Божьему, вот, никто не имеет права на этой земле из себя ад извергать, и весь этот мир в ад погружать, и на этом аде плясать, веселиться, и удовлетворять свои похоти и радости, пусть даже через наслаждение, за счет чьих-то страданий, получаемых через боль, которую ты ему причиняешь, это очень важно понять, конечно, надо принять, что у тебя нет ни над кем власти, что никто тебе ничего не должен, это, конечно, мировоззрение, хотя это истина, это сущность бытия, пусть кто-то эту сущность принимает, она становится его сущностью, его мирозрением, кто-то ей противится, да, но хотя когда к нему это потом оборачивается, мы все выпьем ко всем высшим богам и справедливости, почему же со мной это происходит, ну вот так человек устроен, к сожалению, обладая свободой, да, такова природа жизни тоже дело даже не в человеке. И все-таки я вижу лукавство в словах людей, говорит Эд, которые говорят, что не станут веганами из-за того, что они переживают за фермеров, тут Эд абсолютно прав, сейчас уже тычет тем, которые даже, он может сам-то не фермер, он как бы придумал эту отговорку, он подумал о фермерах, да, в конце концов подумайте о владельце, и это действительно, я почему говорю, друг другу вот это все слушать, назидаться, делиться друг с другом, да, чего изобретать велосипед, нет, хороший пример приводит, а я сейчас еще поднакину, да, еще усилию этот пример, в конце концов подумайте о владельцах табачных плантаций, ну и фабрик, соответственно, всего этого, производства, о всех торгашах, о всех, кто перевозит, это он продает, да, все, что связано там, допустим, с сигаретами, с табаком, да, их доход и благосостояние их семей практически полностью тоже зависит от продаж табачных компаний, всех, кто работает, я говорю, в этих индустриях на протяжении всей цепочки, от выращивания табака до его реализации. Но значит ли это, что все мы должны начать курить только для того, чтобы они не потеряли свою работу, курить, помогать им, да, поддерживать субсидиями, если у них тяжелые времена, и вдруг кто-то, 30% курящих решили вдруг бросить, кто знает бизнес, тот меня поймет, почему я так говорю, потому что любой бизнес, у него рентабельность от 10 до 20%, достаточно потерять 20%, 10% выручки даже, все, твой бизнес становится нерентабельным, поэтому достаточно, что 10%. На самом деле уничтожить мясо, молочную, все это не веганскую индустрию, очень легко, достаточно, чтобы от 10 до 20% стали людей веганами, и все, это станет просто невыгодно, потому что рентабельность любого предприятия, она от 10 до 20%, и то, у многих предприятий рентабельность до 50%, это и 5%, 5, 8, там за каждый процент борются, там огромные обороты, может быть, вы слышите про мега компании, там, Амазон, Озон, Майкрософт, да, обороты там огромные, миллионы, миллиарды долларов, вам говорят, столько-то продали, столько-то, порой они при миллиардах долларов вообще, вы слышите, но убыток компании за год составил так, так, столько-то миллионов, возьмите, космическую сейчас индустрию, которая только на восходе всего этого цивилизации, идет всего развития, да, там, они многие, какой-нибудь там, SpaceX, да, Джефф и Безос, или вы, это Озона, вернее, ну, вы поняли, да, SpaceX, это маска, эту, как его, Virgin Galactic, там, кто знает, о чем я, да, миллионы долларов, даже выручки, какие, если и проходит там в оборотах, сама эта компания убыточна, только за счет того, что у нее другой рентабельный бизнес, он там это двигает проекты, и так во всех сферах, в одной компании есть нерентабельные сферы, которые, если она там, она там сильно диверифицирована разными направлениями, какие-то убыточные, некоторые отказываются, чтобы всю компанию не тянуть на дно там убыточными направлениями, ну, или там пытаются биться за счет других рентабельных, все-таки вытянуть, там, выжить в конкуренции, допустим, по этому направлению, потому что сами только недавно туда зашли, вот, так что это все очень легко сделать, да, и по поводу табачных, ну, а как видите, я тут подписал, обычно я серым текстом делаю, надо будет поправить, а более яркий пример, это тогда, знаете, к табаку, к табаку можно относиться как-то попроще, кто знает, все-таки он вреда поменьше делает, хотя тоже, да, и курящему, и его окружению, а уж какой пример, давайте тяжелые наркотики возьмем, давайте теперь мак, опиум, да, все это, давайте теперь все колодцы и проповедовать наркоту, которая из человека просто делает какое-то непонятное существо, да, и поддерживать их, легализуем все это, да, официально одобрим, да, чтобы дети с детства кололись, во что превратится мир, тогда, ну, ведь кто-то этим занимается, ну, давайте, да, не искать наркобаронов, не уничтожать все эти вещи, да, от производства до реализации, ну, что это такое, точно так же, аналоги очень хорошие, да, поэтому, а что такое фермерство, животноводство, фермер, животноводческое фермерство, все это, вообще прямое убийство, наркота и то, хоть дает человек сколько-то лет пожить, вначале вообще по кайфу, потом, конечно, в аду, но все-таки, а это прям сразу, ну, кого-то сразу убивает в мясных, в мясном производстве, да, вот это, как мы с вами уже, то есть, не раз об этом за все видео говорили, молочная продукция как раз еще и эксплуатирует, вот возьмите наркотики, ну, давайте, легализуем, будем одобрять, будем из людей делать, кого вообще даже не знаю, наркоман, это ужасное состояние человека, кто употребляет наркотики, да, вот, аналоги очень хорошие, давайте тоже тогда, что делать, чем же кормить-то, колумбийскому барону свою большую колумбийскую семью, также важно понимать, что переход на веганство будет постепенно, и вот очень хороший аргумент, я помню, говорю, это что с этими сельскохозживотными, вы помните, да, куда их девать, почему, я говорю, этот вопрос, вот очень рядышком, там было то же самое, я как-то, я говорю, уеду, я это очень хорошо подчеркнул, потому что при всей этой проповеди, при всем, все эти отмазы, да, мы даже живем в пространстве временного изменения, даже если каждому, вот вы бы сейчас, я вам сказал, вы стали веганом, стали проповедниками, активистами, вы этим роликом поделились, сами что-то стали делать, даже для этого нужно время, я его записываю, время идет, пока обработаю, загружу, пока вы послушаете, пока поделитесь, так по цепочке, вы знаете, даже если принять условие какой-нибудь идеальной системы, что каждый, кто слышит голос истины, слово истины, о добре, о любви, принимает его, реализует свою жизнь и несет его дальше, даже при этой идеальной системе и то, сколько ушло бы времени, чтобы весь мир заквасить. Ну, это идеальная система, вы прекрасно понимаете, что она нереализуема и неисполнима в жизни. Мы послушаем, репу почешем, годик поживем, да, может быть слова эти костью в горле стоящие у меня когда-нибудь я вспомню, да, вегана христолюбция, вдруг до меня дойдет, да, может еще какое-нибудь видео посмотрю, может скотобойня на глаза попадется или какой-нибудь случай в жизни, меня изменит, я с горем пополам стану вегетарианцем, да, еще лет 10 поживу, потом стану веганом, опять долго-долго кого-то слушаю, кто-то будет десятилетиями в мое, да, окаменелое сердце и обезумевшим стучаться, тут до меня дойдет, осенит через когда-нибудь, я тут о себе отчасти, вы понимаете, рассказываю, так мы все и живем, да, года идут, как знаете, настройки, кто ремонт, да и вообще чем-то в жизни занимается, я часто шучу, есть такая присказка, когда работаю, я люблю что-нибудь за новое браться, новое познавать, новому чему-то тоже учиться, берусь, зачастую за все подряд, что не умею делать, вот, и ты это как раз делаешь и уже заканчиваешь, когда какой-то там объем там, ну, решил забор сделать, да, сначала куча косяков, недочетов, мелочей, как раз уже научился, а он уже и забор закончился, да, ну, как я и говорю, ну, это я где-то сам услышал, да, к концу как раз научимся, ну, это я так в разных интерпретациях говорю, ну, смысл этот, да, вот и научились, да, последний болт вкручивать, кирпич кладя, да, вот это из этой же серии, да, вот я и стал веганом, проповедником, а завтра и костлявая уже скосило, да, только казалось бы, надо творить что-то добро, тебя скосило, а тут еще куча новорожденных, да, людей, которые опять пройдут весь путь, путь дьявола, путь ада, путь злобы в своей жизни, сами эту злобу будут извергать из себя, так и живем в этом, в этом бульоне ада от начала творения, который сами внесли в этот мир, печальная это, конечно, ситуация, но что делать, живем в том, что есть, варимся в том бульоне, в каком есть, так что этот аргумент, этот, действительно, он абсолютно тоже рабочий в ответ вот на такие вот оправдания, на вопросы, что также важно понимать, что переход на веганство будет постепенным, поэтому такие изменения не застанут фермеров всех врасплох, да, не нужно будет сразу миллионов долларов, или субсидии сразу все бросить, да, и там все помрут, эти люди не успеют перестроиться, на все, конечно, надо время, да, вот, а оно будет у всех, потому что завтра все это не произойдет, не произойдет, вот так вот, но каждый должен это делать, да. Процесс перехода на веганство займет какое-то время, и у фермеров будет время подготовиться к миру без животноводства и найти себе новое занятие, новый источник дохода, да, действительно так. Свято место пусто не бывает, религиозность такая фраза, да, или как там называют просто обычно так, или в вере науки, как говорят, атеизм, или, да, что природа не терпит пустоты, и тоже такое высказывание знают, об одном и том же суть понятна, поэтому человек всегда найдет чем заниматься, одна потребность заменится, другой какая разница, ничего от этого не изменится, плохого ничего, в смысле, не будет от этого. Говоря о занятости, ну и об этом тоже уже говорилось, по-моему, как раз в подобных роликах игры, может быть, я их когда-то чуть-чуть перегруппирую, об этом уж тоже поднимали не раз вопрос, но здесь еще раз скажем, да. Говоря о занятости в сфере животноводства, стоит отдельно упомянуть работников скотобоин, их доход напрямую зависит от спроса на убийство животных. Проблема в том, что среди работников скотобоина самые высокие показатели посттравматического стрессового расстройства, случаи в депрессии, самоубийстве, тревожных расстройств, алкоголизма и наркомании, а это значит, что они тоже жертвы животноводческой промышленности. Их работа оказывает отрицательное влияние на их жизнь, таким образом, ликвидация индустрии животноводства станет избавлением не только для животных, но и для людей, которые тоже являются жертвами индустрии, богатеющей за счет эксплуатации и убийства животных. Я об этом говорю постоянно, сам обладая абсолютно добрым, любящим сердцем, не воспринимающим никак, не способным терпеть не свою боль, конечно же, в жизни духовную, телесную, психологическую, какую угодно, душевную, как вы хотите ее назовите в любых сферах жизнедеятельности человека, его природы и чужую боль. И, если честно, я вообще с трудом себе представляю. Нет, ну мне преподались, мне рассказывали, кто-то на своих родителей, друзей говорил, да вон он у меня там работает. Некоторых я видел, так скажем, отдаленно. Ну, понятно, всего это полно в интернете, но так, и кто-то мне рассказывает, здесь в деревнях, да у меня была своя, я сам держал свиней, забивал. Я вот смотрю на него, да, вот как все говорят, да вроде так он здоровый человек с виду. Я, если честно, ни то, что не представляю, я представляю, какой ад в душе этого человека, несмотря на все его сейчас такую хорошесть, да, это негодяй. Это, я не представляю, что надо, какое окаменелое надо иметь сердце, чтобы взять кувалду и вдарить корове по голове или свинье, там, пистолет, неважно. Вообще, идти на убийство, идти на задний двор, вот так вести там теленка, не знаю, что должно быть вообще, это какое дно духовного состояния, как-то говорят, умового, потому что все это понимаешь, идешь, мыслишь об этом. Как потом можно жить, как потом можно что-то жрать эту трупятину. Я всем, кому проповедую, близким, родственникам, помимо интернета, всегда я топлю только вот за это в основном, тут у меня не доходит в основном даже вот до таких, говорю, что я тут в Ютубе, тет-а-тет, наедине с камерой для вас записываю, да, и я говорю, слушай, вот это все только потому, что мы просто на эти, это сами не делаем, за все это платим. И вы знаете, я каждого, кто видел, кто не видел, посмотрите мою беседу с одним, якобы христианином там, православным, я так и назвал веган-христалю против убийцы-труппажора, да, антихриста, что-то там я назвал, да, как-то, помните. Если не забуду, или дайте мне в комментариях напомнить, чтобы я дал ссылку на это видео, посмотрите его. Вы заметите, что я все время пытаюсь добиться того, чтобы человек назвал себя убийцей, кем он и является, признал правду. Начинает там уводить, юлить, вот на разные темы переходить, а фермерах я тяну и давлю на человека в этом плане, в этом, он не таком, диспуте, в борьбе. Я не зря там даже ролик, где дьявол знает, там, с Богом борется, да, на руках. Это реально так. Я не прессингом занимаюсь, кто помнит, как говорят, он же сам не, он добровольный, то вы можете в любой момент нажать кнопку и закончиться от беседы. То же самое с родителями где-то, или с живым человеком, когда я беседую, я, потому что они не любят говорить, и я хочу, чтобы он это сам произнес. У него это будет постоянно потом в голове. Говорит, ну ты же убийца. Как бы он там юлить и соскочить не пытался, я либо добиваюсь, либо нет, конечно, не могу похвалиться, что все не получается, причем я же не насильный при этом это делал, он вправе не общаться со мной, развернуться, уйти. Чтобы он это признал. Самое настоящее, подлое, низкое, жестокое убийство живого существа, слабого, любящего человека, живого существа. Животное любит человека. Ну и потом задаюсь вопросами, как вот с этим. И то, что я говорю, и вы знаете, многие же за это просто платят, сами не убиваем. Я в любом случае доказываю ему, и боль-то я, даже когда он платит за это, я говорю, ты убийца. Живой пример мой папа, вы заметили, я о нем часто вспоминаю. Тоже он там и так, и так, да нет, ну как и все, не любит. В оконцовке он уж видит, что я. Ну и что, говорит, да, я убийца, и что? Я говорю, ну как что? Вот тебе и что? А что еще? Вот смотри, ты даже признаешь, и говоришь, ну и что? Я говорю, вот все, в этом слове. Как вы помните, мы разбирали вопросы, да, где тут, где противоречия в гуманном забое, да, чего тут плохого? Вот в гуманах забивают. Невозможно гуманно забить, это антиномия, бред, чепуха, противоречия. Как убийца, ну и что? Ну ты злот, ты злодей. Что, ну и что? Ну ничего. Кто хочет с злодеем быть рядом? Кто? Ты его убил, завтра меня убьешь. Я не хочу с тобой даже рядом находиться. Как, ну и что? Вот так вот, да. Поэтому убийство есть убийство. И люди, которые работают на этих, везде, во всем этом участвуют, вот эти, кто, кто эти шкуры сдирает с живых там, лис, песцов, я вообще, я вот от алкоголя не дурнею, мне и алкоголь бы не помог, сколько выпить надо, ну только упасть, а если работать надо, сколько надо выпить? Стакан два, литр два, я, у меня не помрачает сумма от алкоголя, я всем много раз рассказывал, вот, сколько надо наркоты в себя вдуть. Если ты уже ничего не видишь, тогда как-то работать будешь, да? Вот это невозможно. Как можно с живого, кричащего, плачущего, сопротивляющего существа, просто брать его, убивать, там, вообще-то это караул, просто караул. Поэтому этот вопрос, эта отговорка, это вообще, давайте оставим, все, да, все. Ничего тогда, с концлагерями боролись и борются, неважно, фашистскими любят вспоминать, а сталинские лагеря лучше что-либо, не фашистские, якобы, да фашизм везде, где причиняют зло осознанно людям или животным, кому угодно. Давайте ни с каким злом не бороться. Помните, мы этот вопрос разбирали, мораль субъективна, оставим все. Ему же якобы кушать нечего, ну как нечего. Точно так же людей порабощали, рабы, ну куда ж он, а как уж он без рабов-то теперь будет на своей плантации, там, да, то же самое, кстати, с рабством было то же самое, сколько тысяч лет, сейчас якобы рабство, сейчас нас в добровольное рабство такое невидимое, загнали за копейки работаем в апотеках, да, ну хорошо, раньше из-под палки, это рабство и крепостное право от сегодняшней даты совсем недалеко ушло, сколько тысяч лет человечества на земле. И вы посмотрите, если кого-то интересует этот вопрос, какие дебаты, какие споры, как вообще человечество избавлялось от этих вот, вы поняли, этого падения, в котором она пребывала, какие баталии шли, это же не так просто отменялось. Точно такие же были аргументы, как сейчас, кажется, там трупажор, вот вы с этими животными пристали. Конечно, веганы верят, что когда-нибудь и это станет потом, да. Но я к этим людям не отношусь, я знаю конец мира, чем закончится все, да, но при этом, как видите, у меня руки не опускаются, потому что каждая душа важна, вот. Но когда-то здесь и так должно быть, и так будет в Царстве Небесном, я единственное, чем отличаюсь от тех, кто это не исповедует, поэтому здесь этого не будет, но так будет, да, где, как говорится, деткам своим будет рассказывать, что когда-то, понимаешь, люди ели животные, да, и это будет считаться просто как сейчас рабство, да, кажется, когда-то люди вот друг друга рабом палкой аж держали крестьяне. Вы посмотрите, есть художественный документальный фильм, книги почитайте, вот, почитайте в Америке, вот многие не знают, как Южная Америка, там Южные Штаты с Северными, с Севера там началось освобождение, это все. Вот, Южные не сдавать, была, гражданская война была из-за этого. Американцы с американскими, Север с Югом воевал, кто не знает, вы знаете, мы знаем, только там русский, Труску не знает историю, тем более, что там про Америку, а вы поинтересуйтесь. Одна из великих и сильнейших гражданских войн, сколько горло друг друга американец американцу перерезал, только из-за того, что одни хотели уже вот такого вот общества, понимая, дозрели до него, да, и воевали, можно сказать, вот за это, да. Камнем преткновения было вот именно рабство афроамериканцев, которых, порабощая там в Африке, завозили на другой континент. Почитайте, как это в Англии происходило, как крепостное право в той же самой России. «За» и «Против» были, да. Вот. Как доказывали, как убеждали, какие вот аргументы, какие вот эти оправдания приводились, да, вопросы и так далее. Какие споры велись там в Конгрессах во всех этих, тогда уже все это было, всякие, как они там только не назывались, не суть важная, в королевских палатах там, вот. Вот рождался там среди богатых какой-нибудь, просто сердце его было добрым, Бог так посылал эту душу, поднимал этот вопрос и начинал этот маховик раскручивать. Вот так вот. И здесь, конечно, то же самое. Это зло, и этого зла не должно быть. Все эти оправдания, это оправдания, исходящие из самых глубин ада все это. Здесь нет ничего доброго в этих всех убийствах, в животноводчестве. Все это должно быть уничтожено, расформировано, все животные должны быть отпущены на свободу. Ну, вот так вот. Надеюсь, вам это видео тоже полезно было, еще доформировало все, дооткрыло. Делитесь им, ставьте лайки обязательно, чтобы ролики распространялись по Ютубу алгоритмами. Я с вами прощаюсь, но ненадолго. До следующего видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok